Добрый вечер, друзья! Привет-привет, мои дорогие! Сегодня я решила записать такую болталочку познавательную И, скорее всего, она будет предназначена больше для женской половины Но, если мужчины не будут как-то прислушиваться к смыслу того, о чём я говорю Есть вероятность, что вы тоже усниваете Я постараюсь видео сделать таким очень приятным, очень расслабляющим Со звуками и с таким близким шёпотом Поэтому желаю вам приятного просмотра и прослушивания Итак, начну с того, что у меня мой родной цвет волос уже, наверное, лет пять Я выходила из него, получается, я была много-много лет блондинка И моя борьба за здоровые, живые волосы Она у меня в течение всей жизни И после того, когда я смогла отрастить свой цвет волос Я, честно говоря, кайфую уже вот все вот эти года Все вот это время Но даже свой цвет волос можно убить, можно испортить Как укладками и утюжком Так же неправильным каким-то питанием Таким, знаете, когда не хватает каких-то полезных веществ организму И от этого он посылает сигналы в виде выпадения волос Что когда где-то шелушится кожа, ногти становятся некрепкими То есть это все организм нам сигнализирует о том, что чего-то не хватает И к этому нужно очень-очень правильно и вовремя прислушиваться Если вы не против, я подключу перышко Пока буду рассказывать такое предисловие Когда-то у меня было какое-то колоссальное выпадение волос Я не знала, что делать И пошла к трихологу Встала анализы Делала УЗИ Там, печени Поджелудочное, чего-то еще Щитовидки, кажется И вот только в комплексе мне сказали, в чем дело Поэтому Дорогие Девушки Девчата Не пытайтесь как-то решить проблему Только какими-то масочками Волосы это такой наш живой организм И К какой-то проблеме К выпадению волос Нужно подходить Обязательно Комплексно Моя основная проблема была Это вот было Ну давно Лет восемь, наверное, назад Это Неправильное питание И Регулярные диеты Кефирные Всегда овощные В общем Организму не хватало Правильных И нужных ему Микроэлементов И Полезных Каких-то Витаминов И прочего Сейчас Такое бывает, что волосы Немного начинают сыпаться Больше, чем обычно Еще Одной из таких проблем Это Бывает Стресс И Недосыпание Вообще Наши волосы Они Не Одномоментно Как-то Реагируют То есть Вот Вы там Недельку сидите на диете И Волос тут же Посыпался Нет Если У вас Началось Обильное Выпадение Вспоминайте Что Было Где-то Полтора-два Месяца назад Это Долгий процесс Это Упорный Такой Процесс Восстановление Наших волос Я Не Трихолог Я Обычная Девушка С Обычными Как У многих Проблемами И Я Делюсь Исключительно Своей Историей И Своим Опытом Борьбы С Выпадением Волос Итак Я Расскажу Вам Как я Подхожу К этому Чем я Пользуюсь Ну и Покажу Какие-то Такие Может быть укладочные Средства В конце Если Вам Интересно В общем Основное Что Нужно Сделать Это Пересмотреть Своё Питание Клечатка Побольше Белка Это Вот Прям Основа В целом Нашего с вами Здоровья Правильные Углеводы Гречка Длинная Зерновой Рис Чечевица В общем Все Вот В таком Духе Побольше Белка Если Кто-то Не ест Мясо То Заменять Растительным Белком Побольше Овощей Побольше Фруктов Побольше Воды Это Вообще Основа Нашего С вами Здоровья Вроде Все Об этом Знают Но почему-то Далеко Не Все Этого Придерживаются Но Помимо этого Конечно Я помогаю Своему организму Витаминами В данный момент Я Именно Для волос Взяла Витамины Группы В Здесь Вся Полностью Линейка В1 В2 В6 В12 В общем Много 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 Именно Я считаю Вот Последние Такое Обильное Выпадение волос Которое у меня Началось Наверное Осенью Или когда Я спаслась Вот этими витаминами Витами Масочками Для волос Это Можно сказать Одной Которое Меня Уже много лет Спасает Витаминки Японские Можно Витамины Японские Ну Прям Вижу Эффект Когда мою голову Сейчас У меня Попадает Ну 4-5 Наверное Волосинок Осенью Это Была Катастрофа У меня Такое Было Ощущение Что вся моя голова Наверное Была там Все волосы С моей головы Без слез Не взглянешь Я грешу На Неправильное Питание На этом Карантине Я сильно Расслабилась Немножечко Конечно Ну да Стресс Как обычно Неправильный Режим Дня То есть Сон Какой Попало Из-за Вот этого Сиденья Дома Все как-то Спилось Спорта Стало Меньше Воды Я употребляла Тоже В общем Все Пошло Наперекосяк В общем Советую Витамину Витамину В Mongis В директ Писали Что Также Возможно Не хватает Железа И Витамина Д Но Здесь Желательно Была сдать Анализы Что бы Уже убедиться в этом наверняка. Очень довольна именно вот этими. Не знаю, где взять, честно говоря. Я нашла их в нашем японском магазине. У нас их несколько штучек есть. Они завозят БАДы различные. Когда нет возможности заказать на Юйорп, беру у них. Так что не пренебрегайте витаминками, конечно. Изнутри обязательно нужно питать и волосы, и кожу. У кожи тоже самое. Не стоит возлагать надежды. Только волшебный крем или сыворотку. Это так не работает. Далее. Витамины. Это раз первый путь к био. Далее. Хочу рассказать про свою маску, которую я делаю. Ну тоже уже, наверное, лет 7. Я её посмотрела у блогера Ирэн Влади. Очень её люблю. Её советы. Её подход вообще. Спасли и спасают до сих пор. Первое. Это, конечно же, какое-то базовое масло. То есть сегодня я буду говорить про маску, которая полностью состоит из масел. Причём масла я очень-очень рекомендую брать. Хорошие, дорогие и качественные. То, что вы купите в аптеке. Это всё отходы нефтепродуктов. Никакой пользы они вам не принесут. Это только, знаете, там аромалампу для запаха. Ванну, может быть, тоже для запаха. И всё. Ни на лицо. Ни на волосы. Бесполезно. Как бы они не сделали ещё хуже. Не забили поры и прочее. Поэтому настоятельно рекомендую брать хорошие масла. Я все масла заказываю на сайте iHerb. Это у меня базовое масло. Его уже прям мало осталось. Буду заказывать ещё здесь 473 мл. Это масло я наливаю в чашечку. Подогреваю на водяной бане. Иногда грешу микроволновкой, когда лень. Но лучше так не делать. Подогрейте на горячей водичке. Такое масло гораздо лучше, тёпленькое проникнет в вашу кожу головы. Перед тем, как вы будете наносить эту маску, я опять же настоятельно рекомендую помыть голову. Потому что кто-то наоборот ждёт, чтобы волосы стали грязные. Но кто-то понимает, как здесь у вас уже слой жира и вообще каких-то уходовых средств. И кожа головы, у неё уже какой-то есть слой. Вы нанесёте сверху масло, масочку. И оно, понимаете, будет мешать вот этому проникновению всех полезных веществ. Поэтому помойте голову на один раз. Можно без бальзама, просто шампунькой. Раскройте поры. Наши волосяные вот эти вот чешуйки, они откроются и впитают все полезные свойства, вещества. Наше с вами масло. Далее. Базовое масло в целом. Вы можете взять любое. Это может быть и миндаля, миндаль, авокадо, пшеницы, зародыши и хоть что. Но у меня было и авокадо, и все, которые я перечислила, у меня за эти там 7 лет были. Сейчас вот касторка. Она в целом сама по себе такая лечебная. Но в комплексе с эфирными маслами это бомба. для волос. У меня есть вот такая волшебная коробочка. деревянная, а-ля натуры или все. И здесь у меня собраны различные маслица. Я фанат эфирных масел. Кое-какие уже подходят к концу. Нужно обновлять. В основном, как вы видите, это у меня фирма Ауракация. Ну, не знаю как. Прям точно, правильно называется. Тоже перо на iHerb. И также фирма вот эта вот Nao Foods или как она называется? Nao Essential Oil. Тоже хорошее. Есть также у меня от Ecolife мята. Но не могу ничего сказать, насколько хороша там вообще эта фирма. Но вот в этих маслах, я уверена, на сто процентов. Итак, кости. И основной, самый-самый главный ингредиент, который спасает волосы, это масло Pay. Или масло Лавра. То есть это лаврушка. Еще раз рекомендую брать только качественное масло. Это эфирное масло. Также очень хочу предупредить, что в чистом виде вот такие масла наносить на кожу головы ли, лица ли нельзя. Запрещено. Потому что они очень-очень концентрированные. Они вам сожгут кожу. В два счета. Поэтому базовое масло я наливаю, ну вот не знаю, где-то три-четыре столовые ложки там в чашечку. Добавляю буквально три или четыре капельки. Плотно сидит. Ой, запах очень такой, знаете. Возможно, не всем он, конечно, понравится. Очень такой яркий, насыщенный, очень своеобразный. Но я его люблю. Я к нему, возможно, привыкла просто. Так, вот тут получается, да, запах? Понюхайте. Очень яркий, очень яркий запах. И вы капаете три капельки. Раз, два, три. Этого будет достаточно. Поэтому вот эти вот, сколько тут у меня. О, аж пятнадцать миллилитров. Хватает, ну, прям вот надолго-надолго. На год вот как минимум. Но зависит, конечно, как часто делать. Я когда фанатела, то делала раз в неделю. Потом, конечно, пореже для профилактики. Но вот сейчас тоже стала делать, стараюсь раз в недельку. Или раз в две неделики. К этому маслу я обычно добавляю какие-нибудь цитрусы. Они очень хорошо справляются, помогают бороться с жирностью кожи. Можно взять лимончик, можно апельсин. Красный апельсин, все что угодно. Тоже буквально три капельки, две-три капельки на один раз. И обычно еще добавляю, вот, люблю масло мяты. У меня еще была лаванда. Мне кажется, здесь ее уже нет. Тоже чудесное масло. Но мяту я добавляю, чтобы как-то, знаете, придать свежести голове. Такую мхолоток, прохладу. И немножко сбить весь вот этот вот аромат всех вот этих вот чудесных запахов. Боюсь уронить. Хочу немножко пощелкать вам. В общем, иногда чередую с... Ой, забыла, как оно называется. Уже тут тоже ничего нет. Масло розмарина, вот, отлично тоже помогает с выпадением волос. То есть все это можно чередовать, как вы хотите. Но, говорю, самый-самый главный ингредиент это масло бэй. Это вот эта лаврушка. Она меня просто спасает, как я не знаю что. Я прям вот, не знаю, кот и готова ему петь этому маслу. Это самое лучшее, что у меня было. Все вот эти покупные маски. Корчица, лук, что я только не делала, перцовка. Вот, вот она, вот он волшебный бутылёк. Также я делаю скрабы на кожу головы. Ну, где-то раз в месяц стараюсь, но как-то забываю почему-то. Но рекомендую обычную соль. Чуть-чуть водички, чтобы, знаете, это получилась такая консистенция. Рассыпчатая, не сильно жидкая. И обычно я туда тоже могу капнуть пару капель или мяты, или цитруса. Масло бы не рекомендую зря расходовать. Потому что вот эту, кстати, масочку я держу два часа. Стараюсь не меньше, лучше пускай больше. Иногда я в выходной её сделаю днём и уже потом вечером смываю. То есть нанесли на корни исключительно, ну вот на корни, на кожу головы. Хорошо попытались это прям сделать такой некий массаж. В голове, на кончике. У меня какие-нибудь базовые масла. Так, всё тут в волосах. Простите, извините. В данном сейчас у меня арсинале это масло жужуба. Отлично питает, отлично. Оно прямо делает живыми волосы. Его я наношу буквально чуть-чуть. Вот так вот накапаю на ладошку. Стараюсь так хорошо его растереть, чтобы оно стало тёпленькое. И провожу по всем волосам. Затем надеваю такую, или полиэтиленовый пакет. Или у меня есть такая шапочка, тоже на йорке заказывала. И сверху какую-нибудь шапочку тёплую. Но чтобы масло любит тепло, оно лучше проникает, лучше вообще работает. Также вместо шажаба у меня всегда есть кокосовое масло. Именно холодного отжима Extra Virgin. Это масло тоже за йорка у меня. И там, кстати, есть без запаха. Есть с запахом. В одно время я прям терпеть не могла этот запах. Хотя многие его обожают. А я прям, ну не могла. Сейчас нормально. Сейчас люблю. Я тоже, я считаю, это масло кокоса. Так, король среди масел для волос. Для тела. Чудо. Так. Ой, ложкой готова его есть. Оно получается сейчас то мне очень жарко. Оно вот так застывает. Его тоже нужно обязательно разогревать. И оно становится, ну, обычным прозрачным маслом. Как вот растительное любое масло. Жизненькое. И тоже. Буквально чуть-чуть на ладошке. И по всем волосам. Идеально питает, ухаживает за волосами. Ну, прям чудо-чудо. Тоже всегда у меня есть оно. Но сейчас его можно найти. Я думаю, вообще везде. Очень знаменитое масло стало. Вот. И получается со всей вот этой вот вкуснятины. Похочешь. Я хожу два часа. Потом все это смываю за три раза шампунем. Бальзам уже не наношу, чтобы не перегружать волосы. Потом все как обычно. Вот. В общем, это самое лучшее, что у меня было. И после этого я вообще полюбила эфирные масла. Они очень классно работают. Главное подобрать по своему типу. Так. Не знаю. Возможно, вы уже спите. И уже нет смысла что-то продолжать. Но давайте я пробегусь немножечко. По тому, чем я пользуюсь регулярно сейчас. Первое. Это вот такой вот шампунь. Сейтун. Заказывала на Wildberries. Его, кстати, это балансирующий шампунь для жирных волос. Очень классный. Мне понравился. Волосы, правда, остаются дольше такими свежими. И не жирнятся так быстро. Здесь натуральный состав. Бессульфатный. Основной ингредиент зеленый чай. Так. У меня волос достаточно мягкий. И такой, знаете, ну в целом он тоненький. И я его не перегружаю вот этими дополнительными бальзамами или масками для волос. То есть я пользуюсь только вот таким вот шампунем. Дальше я ничего не наношу. Помыла голову и все. Но единственно, так, я не принесла. Единственно, я потом вспрыскиваю какими-то спреями волосы чуть-чуть. Это могут быть любые такие какие-то ухаживающие спреи. Я не взяла я почему-то сейчас с собой. Дальше. Вспрызнула вот этим спреем. Я не люблю пенки для волос. И мне очень-очень нравится вот это вот молочко для укладки волос. От Эстель. Уже очень давно на нем сижу. Отлично пахнет. И, знаете, он не делает волосы как вот пенка для волос такими жесткими. И вот, ну вот, не очень какое-то такое ощущение. А этот именно мягко воздействует. Но и в то же время очень хорошо держит какую-то форму. Далее. Обязательно. Это спрей термозащита. Недавно тоже буквально прикупила именно вот эту. От Эстель. Классный такой запах. Сейчас я стала регулярно сушить волосы феном из-за того, что подстриглась. Поэтому теперь термозащита. Термозащита меняю. Это вот оно на постоянной основе. Ну и сейчас для прикорневого объема я тоже прикупила от Эстель. Это не реклама. Это просто то, что мне нравится. И вот это мне, кстати, посоветовали. Это пушат спрей для прикорневого объема волос. Сильная фиксация. Сильная фиксация. Оно очень, как раз, очень хорошо держит, на самом деле форму. Держит вообще укладку и не прилизывает волосы. Пахнет, в целом, приятно, но не так приятно, как термозащита. В целом, это все. И единственно, среди, ну то есть между мытьем головы, я практически всегда пользуюсь сухими шампунями. Я ненавижу грязные волосы, вообще вот эти сосульки или даже если чуть-чуть волос начинает жирниться, мне проще его еще раз помыть, но ходить с такой головой я просто не могу. Поэтому сухие шампуни стали моим спасением. Я для себя нашла бюджетный вариант, потому что пользуюсь часто, а их хватает, но совсем ненадолго, ненамного. Это прелесть сухой шампунь. Стоит он в районе 150 рублей. Прям находка. Но также у меня есть порошок. Тоже как сухой шампунь идет. Я его показывала в покупочках на Wildberries. Опять не взяла с собой здесь. Тоже главный. Мне нравится. Расход меньше. И он более экономный. Поэтому, но, да, оставляет белесость на черных волосах, я думаю, не вариант. На светлых, но на розовых абсолютно отлично, нормально. Хорошо пахнет. И в целом хорошо очищает волосы. И еще и придает достаточно хороший объем. Поэтому с чистой совестью могу посоветовать, если найдете. Так, ну что, мои дорогие друзья. Наверное, странное видео получилось. Столько информации. Но хочется спать. Еще и длинные. Надеюсь, что я кому-то помогла, была полезной. Это очень-очень для меня важно. И я всегда искренне радуюсь, когда вы мне в комментариях пишите, что попробовала то-то или это, и мне подошло, мне понравилось. Я прям безумно рада этому. Поэтому, я надеюсь, что видео для вас получилось такое полезное, информационное. Но и, надеюсь, мужчины тоже уже давно спят. Спасибо вам за просмотр. Если вы аж досюда досмотрели, пишите письма. Спокойной ночи вам. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok